В церкви существует дар толкования ведения снов. Святой Дух наделяет верующих этим даром и самими снами. Дух Святой дает его для назидания тела Христа. Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной. Поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Я обращаюсь к тем, кто не верит в вещи и сны. Поговорим о средней продолжительности жизни человека и его сна. К 60 годам мы успеваем поспать 175 тысяч часов. Таким образом, человек видит сновидение 87 тысяч часов. Ему снится 197 тысяч снов. Я не знаю, где они взяли эти цифры. Итак, 175 тысяч часов сна, 87 тысяч часов сновидений и 197 тысяч снов. Конечно, не все сновидения даются Богу. Сегодня вы узнаете, как отличать Божьи сны от других. Однажды Авраам Линкольн сказал, что он устал. Но ему продолжали снецы сновидения. Вернемся к книге Иова. Эти стихи помогут нам понять тему. В книге Иова сказано о глубоком сне, в который мы погружаемся. Тогда наше ухо открывается для слушания Бога. В 15 главе Бытия есть строчка об Аврааме. На него напал крепкий сон, и Господь обратился к нему. У Даниила сказано, когда ангел говорил со мной, «Я без чувств лежал на земле». В 8 главе написано, «И услышал я голос слов его». «Пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». В этих трех стихах упоминается выражение «глубокий сон». Бог приходил к людям после того, как они засыпали. На ибрите выражение «глубокий сон» означает «почти полное прекращение работы сознания» или «духовный транс». Бог начал давать мне сновидения много лет назад. Я рассмотрю эту тему. Скоро мы рассмотрим ее подробнее. Мы с вами вернемся к ней позже. Поговорим о втором вопросе. Почему мы видим сновидения ночью? Потому что мы спим. Сновидения приходят к нам, когда мы спим. Давайте поговорим о них. В первом послании Фессалоникицам Павел говорит о теле. Он говорит о душе. Также он говорит о духе. Дух является вечной составляющей нашей личности. Идем дальше. Когда вы ложитесь в постель и засыпаете, ваше тело отдыхает. Тем не менее, душа и дух не отдыхают. Хотя ум пребывает в покое, но он активен во время сновидений. Часть его работает во время сновидений. Дух никогда не спит. Мы просыпаемся в полночь и ощущаем Божью славу. Мы просыпаемся и чувствуем что-то не так. У нас есть предчувствие. Вы просыпаетесь и чувствуете что-то не так. Все дело в том, что наш духовный человек всегда бодрствует, в отличие от нашего тела. Он более чувствительный. Он анализирует происходящее в духовной атмосфере. Он различает хороших духов от плохих демонических духов. Это может произойти в гостинице, в доме соседа или в квартире, где вы проживаете. Многие знают об этом не понаслышке. Почему Господь обращается к нам ночью? Мы успокаиваемся. Мы можем слушать Божий голос, потому что нет отвлекающих факторов. Согласно Библии, Авраам, Иаков и Моисей находились в уединении, и Бог посетил их. Когда люди одни и пребывают в спокойном состоянии, Бог дает им видения и сны. В четвертую стражу ночи Иисус пошел на гору помолиться один. Там Отец обратился к Нему. У римлян четвертая стража длилась с трех часов ночи до шести утра. «Христос любил молиться в эту стражу». Все это очень интересно. Сейчас мы с вами не будем рассуждать о времени человеческого сна и о наших сновидениях. Давайте поговорим о том, что происходит, когда мы засыпаем. Есть пять этапов. Стадий или фаз сна. Первая фаза — это дремота. Она длится около десяти минут. Ты думаешь о чем-то, а потом проваливаешься в сон. Однажды в больнице мне сделали анестезию. Я только что говорил с медсестрой, потом я закрыл глаза, позже я проснулся. Это самое странное из всего, что я пережил. Часть зрителей знает то, о чем я говорю. Вторая фаза или стадия — это легкий сон. Чистота сердечного ритма и дыхание замедляются. Понижается температура, третья и четвертая фазы — это умеренно глубокий сон. В этом случае тело находится в фазе глубокого сна. Деятельность мозга замедляется. Затем наступает пятая фаза. Это стадия или фаза быстрого сна. Мы идем дальше. Фазы с первой по четвертую продолжаются от полутора часов до двух часов. Это зависит от времени, когда вы ложитесь. Если вы ложитесь спать в восемь утра, то это не о вас. Если вы ложитесь спать в одиннадцать вечера или в полночь, то в вашем случае фаза глубокого сна длится с трех до шести часов утра. Это стадия глубокого сна. Давайте поговорим об этой фазе сна. Сновидение приходит, когда у нас крепкий сон. Сны задействуют часть мозга, где рождаются фантазии. В снах мы видим образы. Иов говорит об открытом слухе. Согласно Библии, есть природное и духовное зрение, а также обычный и духовный слух. Имеющий ухо дослышат, что Дух говорит церквям. Иисус говорит о способности различать голос Святого Духа. Это сверхъестественный дар. У меня есть пример из четвертой книги царств. Пророк Елисей видел огненные колесницы и коней. Его слуга не видел их, пока не открылись его духовные глаза после молитвы. Однажды евреи услышали голос Отца. Одни сказали «Это ангел», другие сказали «Это голос Бога». Способность различать голоса зависит от уровня духовной мудрости слушающего и от чуткости духовного слуха. В 10 главе Даниила описано видение. Бывшие со мной люди не видели этого видения. А почему? Потому что они ощутили славу Божию. Но они не видели видения, их духовные глаза были закрыты. В деяниях Павел пишет о своем обращении. «Бывшие же со мною свет видели, но голоса не слышали». Все эти отрывки говорят об одном и том же. Согласно Библии, есть природное и духовное зрение, а также обычный слух и слух духовный. У духа есть слух и зрение для общения с невидимым миром. Итак, вы находитесь в фазе глубокого сна, и ничто не беспокоит вас. В это время вы способны общаться с духовным миром. Кроме этого, вы способны видеть самые важные сновидения от Господа. Вы знаете, я всегда интересовался опытом людей, переживших состояние комы. Много лет назад мой дедушка вернулся после евангелизационного собрания в Африке. Его оперировали, он не проснулся, у него было несколько инсультов. Врачи думали, ну как же ему помочь? Врач сказал, можно сесть близко к его уху и поговорить с ним. Дело в том, что слух — это последнее из пяти органов чувств, которое угасает у умирающего. Это важно, потому что в этом случае вы можете говорить о Боге, людям, которые в силу описанных причин не способны общаться с вами. Как чудесно, что Господь позволяет слуху человека функционировать до того, как он вступит в вечность. Я всем сердцем верю в то, что Бог знает наши мысли и намерения сердцем. Люди приходят к тем, кто болен, и говорят им, «Ты не двигаешься, но ты можешь молиться». Если ваш знакомый в коме, то советую вам попросить их молиться. Есть достоверные случаи того, что когда вы говорите с теми, кто болен, ритм их сердца учащается, их дух и душа пока еще в теле. Если их сердце бьется быстрее во время разговора с вами, то это означает, что они слышат вас. Послушайте Ричарде Мэдисоне, который попал в автокатастрофу. Ричард попал в аварию. Это было давно. В то время он не верил во Христа. Его мама была верной и преданной Богу женщиной. Это чудо, что он вообще выжил в той катастрофе. Он был в коме очень долго. Ричард помнит две вещи, которые он видел, будучи в коме. Ричард говорил так. Были моменты, когда я слышал разговоры тех, кто находился рядом со мной. Предлагаю вам посмотреть на фото этого человека. Вот он, Ричард Мэдисон. Рядом с кроватью стояла медсестра. Но для начала посмотрите на этот автомобиль. Он был смят. Просто лепешка. Итак, медсестра. Она была не в духе. Ей пришлось сидеть с этим человеком. Ее смена совпала с днем, когда она хотела отпраздновать Новый год. Когда он выздоровел, он пересказал ей ее жалобы, услышанные им в коме. Ричард услышал молитву своей матери. Я вышел из тела и переместился в комнату, где я увидел молящуюся маму. Она просила Бога исцелить меня. Когда он вышел из комы, он описал, во что была одета мама во время молитвы. Итак, Ричард Мэдисон видел именно то, что происходило в молитвенной комнате. Сейчас я расскажу вам кое-что о людях, попавших в аварию. Я не знаю вас, но я хочу ободрить вас. Во-первых, на Ричарде поставили крест. У него было много швов, и он был при смерти. Молитва вернула его к жизни, и он стал служителем Евангелия. Во-вторых, никогда не опускайте руки, если близкий вам человек попал в ком. Если дух не покинул тело, то человек слышит вас. Расскажите ему о Христе. А сейчас мы на минуту отойдем от темы сновидений и видений. Эти слова обязательно поддержат вас. Вы поймете кое-что о теле, душе и духе, которые создал Бог. Я расскажу о связи духа и души с пятью органами чувств в травмированном теле человека. Согласно 16 главе Евангелия от Луки, после смерти человек сохраняет все пять органов чувств. Голосовые связки, язык и остальные органы чувств остаются в теле. Если человек в коме, то его дух, как вечная часть его личности, созданной Богом, не утрачивает пять органов чувств. Сегодня вы узнаете об этом. Это объясняет, почему у нас есть обычный и духовный слух. Это объясняет, почему у нас есть обычные духовные глаза. Наши пять органов чувств связаны как с нашей целесной оболочкой, так и с нашим духом. Это касается всех. Даже если тело бездействует, и человек не открывает глаза, не говорит и не двигается, то слух все еще функционирует. Это чудесно, ведь слух дает нам шанс сказать человеку о Боге в последний раз. Давайте вернемся к вопросу о голосе Святого Духа и о том, когда Дух говорит. Мы с вами возвращаемся к отрывку из книги Иова. Сон находит, и он открывает у человека ухо и запечатлевает наставление. Возможно, мы с вами рассмотрим эту тему подробно позднее. Бог говорил со мною ощутимым голосом. Один раз это было во время молитвы. Я находился в состоянии дремоты, понимая, что происходит. И Бог сказал, назови программу «Фестиваль Манны». Задолго до того, как пара вступила в брак, Бог открыл мне имя парня для девушки. Позднее я обвенчал их. Бог открыл мне имя парня задолго до свадьбы. В ноябре 1998 года я был в фазе глубокого сна. В это время Господь сказал, «Я хочу, чтобы следующим президентом Соединенных Штатов Америки стал губернатор Техаса». Я даже не знал, кто был тогда губернатором Техаса. Я спросил жену об этом. Она сказала, «Это Буш». Я сказал нескольким друзьям, «Бог желает, чтобы Буш стал президентом в 2000 году». Полгода спустя, в конце ноября 1998 года, я был в Израиле. Я показывал это фото уже много раз, но в доказательство хочу еще раз продемонстрировать вам его в этой программе. Итак, Буш был переизбран губернатором Техаса. Здесь он стоит у западной стены Иерусалима и молится. Мы снимали выпуск на Храмовой горе, и наш оператор, Чарли, сказал, «О, смотри, ведь это Буш». Я подумал сначала о Буше-старшем. А Чарли сказал, «Ты ведь говорил, что он станет президентом Америки». В ту минуту я убеждал его баллотироваться. Посмотрите кусочек видео. Со мной 100 американцев. А где вы живете? В Кливленде. Баллотируйтесь в президенты. Пожалуйста. Спасибо. Пусть Бог благословит вас. Буш-младший занимал пост президента 8 лет. В тот день трое человек сказали ему о том, что Господь хочет сделать его президентом. Во-вторых, в Священном Писании сказано о Господе, открывающем ухо, чтобы мы слышали. Читая эти два отрывка из книги Иова, мы видим, что Бог открывает наш слух, чтобы мы понимали видение и то, что звучит во время этих видений. Или чтобы мы понимали звуки и голоса сновидений. Сейчас я ощущаю Божию славу. Мы с вами способны слышать голос Святого Духа. Я говорю об ощутимом голосе. Я слышал голос Бога, как голос мужчины. Ты можешь слышать с Бога. Я не знаю почему, но Бог всегда говорит мне в правое ухо. 26 апреля 2011 года со мной произошел очень необычный случай. Я спал дома в Кливленде, и я услышал звук с треском. Тот звук был как хрип ненастроенного микрофона. Я услышал слова «Цель мертва». Бен Ладен мертв. Анализ ДНК подтвердил личность убитого. И я услышал это. Это был не сон и не видение. Я услышал это так, как услышал бы обычного человека. Я сказал жене «Наши убьют Бен Ладена». Сейчас голос сообщил мне о мертвом Бен Ладене. Она ответила «Что же произойдет?» Я сказал «Наши убьют его». Где-то неделю спустя мой телефон раскалился от звонков. Зазвучала новость «Бен Ладен убит». Мы начинаем войну в Пакистане. Президент Обама подтвердил эту новость. Почему я делюсь с вами этим? Когда я рассказываю о видениях и снах, то я всегда слышу голос Святого Духа. Если Святой Дух живет в вас, и вы крещены во Святой Дух, то, как правило, мы слышим его голос, исходящий из нас. Он выходит из нас. Существует водительство Духа. Он наставляет нас на всякую истину. Его голос может звучать вслух. Пять раз я слышал его так, как слышу себя сейчас. Один раз это было с Бушем. Второй раз Бог попросил меня назвать передачу фестиваля Манны. Третий случай — это Бен Ладен. Я вспоминаю стих, имеющий ухо, да слышат, что Дух говорит церкви. Таким образом, нам необходимо помнить, у Духа есть голос. Бог приводит пять причин, по которым Он дает нам духовные сны. Первая причина — Он дает наставление. Господь действует через ангелов с наивидения. Вторая причина — Он предупреждает об опасности. Иосифу и Волхвам снили сны, где Бог предупредил их об опасности. Третья причина — Бог открывает будущее. Чтобы принять верное решение, нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Давайте перейдем к четвертому пункту нашего учения. Бог наставляет, предупреждает об опасности и открывает Свою волю. Это очень важный пункт. Некоторые из христиан заявляют, «Святой Дух не говорит с нами». Это было в библейские времена. Теперь подумайте об этом. Божье Слово не указывает, с кем вам вступать в брак. Оно запрещает вступать в союз с неверующим. Библия не указывает, где работать. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Библия не указывает, сколько рожать детей. Псалмопевец говорит лишь это, блажен, который наполнил ими колчан свой. Библия дает наставление общего характера. Бог желает благословить вас, ваших детей и дать вам процветание. Но она не отвечает на вопросы, в какой колледж поступать, где работать и сколько детей родить. Бог отвечает на вопросы, давая откровения. Вам необходимо знать, воля Бога открыта в Библии. Это план Бога для вас. Это завет искупления. Бог не открывает все интересующие вас подробности. Вам нужно молиться об этом. Бог помогает вам силой Святого Духа и через откровение Святого Духа. А теперь рассмотрим пятую причину, по которой Бог дает сны. Когда мы отчаиваемся, Он дает откровение о надежде. Бог говорит с нами через сны. Вам кажется, что человек умрет, но Бог говорит, она будет жить. Бог дает надежду. Сон, который дает Господь, оказывает влияние на человека. Вот что сказал Даниил о Новохудоносоре. Во второй год царствования Новохудоносора, снились ему сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Мы поговорим об этом подробнее, а пока я дам вам пять особенностей духовных снов. Итак, приготовьтесь. Во-первых, духовный сон будет часто беспокоить ваш дух. Это произошло с Новохудоносором. Во-вторых, духовный сон невозможно забыть. Если обычный сон, как и полагается, приснился вам ночью, то вы забываете о нем. Но вы будете помнить духовный сон месяц или даже год. В-третьих, духовный сон часто состоит из символов. Скоро мы рассмотрим это. В-четвертых, духовный сон всегда скрывает значение. Зачастую сон скрывает значение будущих событий. Нам важно понимать это. В Новом Завете описан сон, о котором говорят редко. Это сон жены Пилата. Он описан в Евангелии от Матфея. Она отправила к Пилату слугу с просьбой не причинять зла Христу. Он был на судейском месте, и жена послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику, потому что я ныне во сне много пострадала за него». У жены Пилата был сон, который доставил ей много тревог. Поэтому она просила мужа ничего не делать Иисусу. Есть предание о ней. Кто-то утверждал, что это Клавдия, о которой упоминает апостол Павел. И это четвертая глава второго послания к Тимофею. Если он говорил о жене Пилата, то она спаслась. Есть документ на латыни, где утверждается, что Господь Иисус Христос исцелил покалеченную ступню сына Клавдии. Поэтому она почитала Иисуса. Почему Пилат умыл руки и ничего не хотел иметь общего с ним? Потому что перед этим его жене приснился сон. Во снах Бог наставляет и предупреждает нас. Несколько минут назад я обещал вам раскрыть тему о том, как распознать, кто дал вам этот духовный сон. Во-первых, вы не можете забыть о сне от Господа Бога очень долгое время. Каждый раз, когда Бог давал мне сон с пророческим смыслом, я не мог забыть его даже годы спустя. Бог дал сны Иосифу, когда он был подростком. Солнце, луна и звезды поклонились ему. Снопы поклонились его снопам. Он провел в Египте и в тюрьме много лет. Прошло 22 года, и лишь тогда сны великого Иосифа исполнились полностью. Иосиф всегда помнил о своих снах. Он увидел 11 снопов, которые склонились перед его снопом. Десять братьев пришли к нему, но отец не отпускал Вениамина в Египет. Когда 10 братьев пришли к Иосифу, он не рассказал о том, кто он. Когда братья пришли в Египет вместе с Вениамином, тогда Иосиф открылся им. Ему должны были поклониться 11 человек. Он помнил сон до сих пор. Итак, духовный сон беспокоит ваш дух. Духовный сон невозможно забыть. В-третьих, духовный сон часто состоит из символов, всегда скрывает некое значение. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя Восьмая мировая империя». Восемь часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей Восьмой империи, будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. Хочу сказать, что сегодняшняя серия изучений состоит из четырех частей. Обязательно посмотрите все части. Также я провел тысячи часов, исследуя тему Антихриста и его грядущего царства. Приобретайте изучение на DVD, смотрите и узнавайте новое. В последние времена знания как никогда важны, как для вас лично, так и для всей вашей семьи. Также хочу напомнить вам о нашем международном пророческом саммите. Регистрация в самом разгаре. Заходите на нашу страницу peristone.org, чтобы узнать больше. Мы готовимся к началу регистрации на другое наше мероприятие – Warrior Fest. Все, кто уже когда-нибудь участвовали в нем, готовьтесь, будет интересно. Также у нас есть и другие мероприятия, которые мы надеемся организовать совместно с нашими партнерами. Мы ждем, куда поведет нас Господь. Он, безусловно, помогал нам и поддерживал нас в эти дни. Ковид все еще продолжает влиять на нашу жизнь, как и во всем мире. Но мы благодарны Господу за то, что Он с нами. Хочу напомнить вам о нашем YouTube-канале. У нас уже более 600 тысяч подписчиков, и мы выкладываем по три видео в неделю. Поэтому подписывайтесь и следите за обновлениями. Да благословит Господь всех вас. Пожалуйста, заходите на наш сайт. Увидимся на следующей неделе. Перри Стоун приглашает вас на Международный пророческий саммит. С 24 по 27 июня в здании Центра Омега. В Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд. Джоэл Ричардсон. Марк Биллс. Перри Стоун. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте perrystone.org. Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года.